Музыка Начало пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году вызвало принятие правительством России постановление об особенностях реализации базовой программы ОМС. Я давал по нему свой комментарий. На 2021 год такого постановления не было. Распространение штамма Омикрон вызвало необходимость также определить особенности реализации базовой программы ОМС на текущий 2022 год. Они установлены постановлением правительства 107. Какие это особенности? Губернаторы получили право Приостанавливать оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме в амбулаторных условиях, включая проведение профилактических медосмотров и диспансеризации. За исключением медицинской помощи по онкологии и онкогематологии, услуг гемодиализа, выдачи льготных лекарственных препаратов, тестирования на коронавирус, выдачи направления на ВМП и санаторно-курортное лечение. Утверждать перечень клиник больниц, приостанавливающих оказание плановой медицинской помощи с указанием периода приостановления. Увеличивать сроки ожидания оказания медицинской помощи в плановой форме, установленной территориальной программе с госгарантией, а также принимать решения о привлечении к оказанию медицинской помощи ведомственных и частных клиник. Оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме при ОРВИ, гриппе, пневмонии, COVID-19 осуществляется в полном объеме, исходя из потребностей застрахованных лиц. Экспертиза качества медицинской помощи пациентам с коронавирусом будет осуществляться в специальном порядке, проведение которого установит Минздрав России. Федеральный фонд ОМС, начиная с 15 февраля, будет информировать правительство о результатах ЭКМП, части медицинской помощи, оказанной COVID-пациентам. Минздрав совместно с Федеральным фондом ОМС будут давать необходимые разъяснения по вопросам реализации базовой программы ОМС в условиях пандемии. Постановление правительства 107 вступило в силу с 8 февраля и будет действовать в течение 2022 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok